Девушки отдыхают Девушки отдыхают Может быть какие-то будут подсадки Или интересные тактические решения Но во всяком случае хочется в это верить Еще раз всем большой привет И вы можете давать обратную связь по поводу качества картинки По поводу звука мы все это дело будем фиксить Потому что наша главная цель Это качественное и приятное Время провождения ваше на стриме И сейчас мы переносимся на пистолетку И сейчас уже Дигнитон стеряет Рубину Который не совсем уверенно отыграл на карте Мираж 5-4 начинается этот раунд Для команды XPC Которая довольно таки агрессивно действует Под точкой А Там был поджим от двоих из Дигницы С надлини И сейчас это все контролирует команда XPC Которая уже устанавливает бомбу у нас на X Конфиг все-таки сбривает голову с Эминтой Он будет заходить у нас через спину С коннектора уже вышел MSL тоже на банане Будут ему помогать Ну и Кербай и Тенский Через минуту действует Кербай Просто катком проходится по своим соперникам 4, ну даже 5 Кэдшота у нас произошло за 2 секунды Но они все вылились в то Что Team Dignitas будут дефузить бомбу Троица из них выжила И это первый раунд стан этой пятерки Отличное начало Оверпасс чей пик Еще раз напоминаю Что оверпасс у нас выбрала команда XPC Которая попыталась в прошлом раунде выйти очень быстро На точку А да, бомбу ребята установили Но сейчас они будут играть полный слив То есть 5 Глок 18 Имеется 5 гранат И очень интересно Куда же все-таки они будут их бросать И пока они как раз таки идут на мидл И летят у нас осколочные На направление Именно центральной позиции этой карты Рубина уже палится на туалетах Тенский Также прикрывает своего тиммейта Забирается и минтая Рубина UMP45 у него работает Также на Кселове И последний один одинешник у нас Вайт Ну и ему действительно не позавидуешь Потому что К нему на встречу сейчас идет Тенский Но сейчас один хэдшот И может быть минус Фроста И казалось бы Промахивается и вторым спреем Этот парень Но делает минус С трофейного М4А1С Также делает минус на Втором игроке команды Тим Дигнитас Ну и вот сейчас будут загонять Хотя вы знаете Мог он попытаться забрать с собой Еще одного Но не получилось Не фартанул А Кербай Отличные действия от этого парня Ставят жирную точку На предыдущем раунде 2.0 Но опять же Установка Плэнта На первой пистолетке Дает экономику Команды XPC Для того чтобы закупиться Пятью АК-47 МСЛ При занятии точки Б Действует Демонстрирует нам Свой кирпич в руках П-90 Ну и возможно Даже будет пушить Потому что никого Не замечает он Под точкой Б И этот пуш Мог бы быть Абсолютно адекватным решением Тем временем XPC Заняли Длину Абсолютно забили на эту точку Команда Дигнета Столько у нас там Тенский имеется На уборной Который Замечает Вереницу Просто своих соперников На этой позиции Получает он Каскод целого Тут же отдает То же самое Кербай На обидчике Своего тиммейта 4 в 4 И всегда такие размены А именно равные В пользу команды Которая играет За террористическую сторону Рубино Отличает себя от него Вайт Падает Рубино Также забирается Эминте Третий минус От Рубино Почему я смотрел За Кербайм А не за Рубино Ребята Ну шутки в сторону Старкиллер Остается ситуация Один против троих Бомба у него на руках И звездный Десантный Киллер Будет сейчас пытаться Сделать чудо Действительно нужно Тащить сейчас XPC Gaming Если они хотят Остаться в рамках Этого соревнования Напоминаю Что это четвертьфинал И команда Которая Побеждает Она выходит на встречу К победителю Противостояния Godsend Или Ancient Как раньше назывались Эти шведские ребята Против Space Soldiers Напоминаю Что этот матч У нас пройдет Если я Опять же не ошибаюсь Завтра Свой кирпич в руках Ну Так уж называется У нас Сленгово P90 Кирпич Петух Кому как удобнее Но все таки Второе название Менее политкорректное Я думаю Что множество У вас Со мной согласится И мы с вами Будем наблюдать За четвертым раундом Подряд Возможно От команды Дигнитас Очень неплохо Выступает Сейчас эта пятерка На карте Оверпасс Неуверенное начало От них Напоминаю Что на Мираже За атаку Они проиграли С счетом 0-8 Но потом взялись Отличился Отличился Обыграть CSGO Поляки Нужно Таймингу Молодых Тем пороблемы Основным Ну и тут же У нас Это напоминает Дальше 24 хеллспоинта XPC Gaming Для того чтобы Забрать вторую Очку В этом Противостоянии На карте Да и оверпасс И это у них Получается Керба Идет на сейв Получилось Маркусу Сохранить Свой девайс А именно М4А4 Будут конечно же Дигнитас Закупаться В этом раунде Будут пытаться Сломать Экономику Своих соперников Вы ее можете Увидеть на своих Экранах Дорогие друзья Не все так хорошо В этом королевстве Румынском Старкиллер Выход от него На длину Там довольно таки Агрессивно действует Рубина На мидле Решил Рубин Не идти дальше Для того чтобы Не Стерять своей жизни Не подводить Своих тиммейтов И уходит на уборную Для того чтобы Контролировать выход Своих соперников Через длину Рубина Пока что не встречает Своих соперников Хотя Вайт Пытался его Простерить Керба Через коннектор Пытался выцепить Но получает он Хэдшот Тэнский тоже палец на коннекторе Его будут Зажимать Казалось бы Но тут уже Тэнскому помог МСЛ который зашел С точки В И забрал целого Рубина Тем временем Реализует ЦЗшку Забирает голову Своего соперника А именно Уайта Рубина Еще один минус От него И третьего Он казалось бы Должен был забирать Но не смог поставить Этот хэдшот Семинта уже на планте Дает информацию о том Что как минимум Один игрок защиты Будет действовать Через хилпу и машину Возможно будет выход Через банк Также замечает он МСЛ Находящийся за машиной Но залетает у нас Летальный дэмэдж По Коусмину С осколочной гранатой Выпущенной из Руктенского Тот же самый игрок У нас и сделает Заключительный минус В предыдущем раунде Это 6-2 И команда Тим Дигнитас Подходит под черту Ну скажем так Уверенной победы На первой половине Карты Своего соперника XPC Gaming Первый матч Во всяком случае Официальный На карте The Overpass Я выполнил Домашнее задание Подготовился К этой встрече Посмотрел На каких картах У нас играет XPC Да У них самая популярная Является Мираж Кэш И Даст Ну а на Оверпассе Против команд Ну как минимум Такого калибра Как команда Дигнитас Они не играли Размен пока что У нас под точкой Атенски забирает Уайта Падает Также От совместных усилий Космина и компаний Иксэлов Переследует Кербай Рубина Тут же выходит с длины Забирает Одного второго Тоже щелкает Как орешки Как фисташки Кому как удобнее называть И USPS Также оказывается Смертельным Для Ксэлова Сем-2 Пока в тильте Находится у нас Пятерка Из XPC Gaming Хотел бы пообщаться С вами дорогие друзья Как вы думаете Смогут ли Румуны выйти Из такого незавидного положения Пока они Довольно-таки Сильно проигрывают Не получается ничего Будет от них Выход паровозиком Возможно через Нижний туннель Туда флешки летят MSL Это все дело читает Разворачивается На 180 градусов Но не успевает Довести свой прицел Доксэлова Который был В этой перестелке Более успешен С Тэк-9 в руках Семинта и компания Уже на точке Б Бомба устанавливается С верхнего пытается действовать Рубина Но пока не получается У него абсолютно выйти И сейчас возможно Будут подсаживаться Эксписи Но в всяком случае Хотелось бы увидеть это Но решили они Более беззубо Защищать Эту установленную бомбу Хербаи Уже готов выйти Зига И там просто Три безответнейших минуса От Тэнски И Рубина Сгорает космин Старкиллер Только сейчас отвечает Но тут же падает Хербаи 8-2 Вот такие вот пироги Эксписи вин Ты чего Посмотрим Мне бы хотелось Чтобы у нас была заруба Чтобы мы увидели Карту Коблстол Напоминаю Что именно она у нас Зарандомилась Комментатор Как тебе команда AGG Что ты о них думаешь Я думаю Что это неплохая пятерка Но не получается Не дотягивает ребята До того уровня Чтобы выходить на Турниры Таких как Мейджор И всех остальных Как вам кстати Результаты мейджора Можете об этом писать А мы с вами перенесемся В комментарии Что у нас происходит На этой карте Одиннадцатый раунд Который начинается В пользу команды Эксписи Космин делает Минус на Кербе Но тут же получает Каску от Энского Который не согласен Проигрывать Этот раунд МСЛ На хелпе У нас действует На подсадке Контролирует он Выход своих фрагов С Зика Ну и как раз Туда у нас Перетягивается Основная сила От команды Эксписи Который Ведет Ведет Свою команду Вперед Все минты Абсолютно слепущие Но все-таки Переследит МСЛ Рубина Тут же отвечает На хелпе В объективе Его снайперской Винтовки Попадает Один из лидеров Команды Эксписи Гейн Подсадка От Дигнитаса И сейчас они Полностью Палят Свои позиции Имеется Сейчас понимание От Эксписи Откуда все-таки Будет выбивание Идти От игроков Команды Дигнитас Почему Вайт Не помогает Хотелось бы мне сказать Но он тут же Делает то Что от него Ожидал его тиммейт Рубина Остался в ситуации Один против Одного Акселов 78 хелпоинтов Будет он пытаться Все-таки Дергать своего оппонента Пока что Это получается Про Второй раз Не фейкуют И он Все-таки Пытался Через эту психологию Действовать Не получилось Рубина Не промахивается И дефузит бомбу 9-2 Хотя Найс трай Эксписи Отличные Молодцы Отличную игру На мираже Показали Да действительно Я полностью Подписываюсь Под каждым Словом Сказанным Одним из Ораторов В нашем чате Действительно Неплохо Ребята играли Но сейчас Это отголоски Той игры Которую мы Сейчас наблюдаем На карте Оверпасс Старкиллер Перешли все-таки На модель Более глубокой У нас защиты Команды Дигнитас Решили не пушить И это правильно Потому что Команда Соперница Действует так же Каждый на своей Дефолтной позиции Старкиллер и Космин Отвечал у нас Заранее Агрессии С странозащиты Под точка Б Туда как раз таки И перетягивается Основная мощь Команда XPC Gaming Если можно так выразиться MSL Занял у нас Позицию Конфига Который обычно Действует за Бочками Ну и конфига Сейчас неплохая Также имеется Позиция для того Чтобы делать фраги Ну во всяком случае Не часто вы увидите Своего врага Именно Там где сейчас Находится молодое Дарование Команды Дигнитас MSL Сбревает голову Вайта Который пытался Вычить через коннектор Там было АВП Которое упало Классным остается MSL 20 хеллспоинтов Даже наносит он Кое-какой дэмэдж Конфига Здесь не ожидали И он забирает Космин Старкиллера MSL Еще один фраг От капитана Ксело Падает Семинте Ситуация 1 Против пятерых Ну одного с собой Забирает Но тут же Под шквальным огнем АК-47 От MSL Падает Мнение игры Na'Vi Luminosity Gaming Вы знаете, ребята У меня все-таки Было убеждение Что НАТО сфинцеры Были подготовлены Тактически Более сильно К этому турниру Чем Те же самые Бразильцы Но потом Что-то пошло не так Ребята действительно Расклеились После первой карты Ну они вошли В такое состояние Из которого Очень тяжело выйти И действительно У них это не получилось Хотя я Желаю Рожденным Побеждать Только самого лучшего Но Luminosity Вполне заслуженно Кстати Luminosity Выиграли первый Свой международный Титул Именно на этом Мажор турнире MLG Columbus 2016 Ну а мы-то с вами Смотрим Не менее интересный Чемпионат Среди Второго Эшелона Counter-Strike Ну во всяком случае Довольно-таки Неплохие коллективы Здесь участвуют 20 тысяч долларов Global Offensive Champions League Третий сезон Ну и XPC Gaming Бесли к тому Чтобы вылететь Один на один Семинты против Конфига На уборной Встречаются Решается Все-таки у нас Семинты Действовать через банан И Конфиг все-таки Не понимает Куда же все-таки Будет уходить его Оппонент А Семинты уже На всех парах Мчится на точку Б Семинты Уже услышал Конфига Который под флешку Возможно будет врываться И сейчас Кристиан Винеско Не понимает Где же находится Семинты По таймингу Его враг Мог уйти Куда водно И Семинты Выходит прямо На прицел К своему сопернику Клач Момент вновь проигран Да что же ты будешь делать Не получается у румын Проснуться И показать Что-то более Успешное При игре За атаку Напоминаю еще раз Что это их пик Ребята Если вы пикаете Какую-то карту То будете добры Конечно же Показывайте что-то За атакующую сторону Но пока Ни одного Более-менее Осмысленного раунда Я к сожалению Не увидел Как бы это грубо Не звучало Простите Со всем уважением Но пока Никакой раскидки Никакого Комбинированного выхода От команды XPC Не прошло Хотя Вы знаете Можно сделать скидку На то что они играют Против более именитого соперника Коими И являются Дигнитосы Рубино Агрессивная игра на шариках Приносит свои плоды Семинты падает 5-4 вновь начинается раунд В пользу команды из Дании И Рубино Решает все-таки Вместе с своим тиммейтом Отойти в глубину Точки Б Вернее А Прощения прошу Тэнски Возможно будет Подсаживать Свою тиммейта Ну и попытка Действовать От команды XPC Комбинированная По направлению Точки А Космин Будет на длине Ранее Команда Команда Тим Гигнитос И он Падает От того самого Космина Который оформляет Хэтрик В предыдущем раунде Это 11-3 И после Шести Проигранных раундов У нас XPC Все-таки Возвращается Будут пытаться Они бороться За последний раунд Первой половины Ну и потом Возможно После взятия Второй пистолетки Покажут нам Более-менее Успешную игру В защите Во всяком случае Хотелось бы В это верить Дорогие друзья Какое звание? Глобал Если это что-то Значит для вас Хербай Управит целого Уй-юй-юй Какая стрельба С ЦЗшки От Рубино Зачем же Все-таки Он ее прятал Пытался он Откинуть Гранату Но это ошибка И за эту ошибку Его наказывает Тот самый Космин Который на длине Чувствует себя Как рыба В воде Вайт В объектив Своего снайперского Прицел Ловит Еще одного Своего соперника Отенский И конфиг Картина раунда 2 в 3 И рисует ее Пока не Боб Рос Во всяком случае Для XPC Gaming Которые решили Захолодиться Это действительно Правильное решение Вы В пользу свою Разменялись на мидле Потом просто Заморозьте свою атаку И Расшатайте нервы Своего соперника Который пока Не видел бомбу На своем радаре Тенский Понимает что В меньшинстве При игре в защите Нужно что-то поджимать Нужно собирать Какую-то информацию Тем он и занимается Конфиг Тем временем Занимает свою хорошую Свою фирменную позицию За Бочками Но какой тайминг Сейчас ловят XPC Сейчас будут его Просто разрывать А может хоть и нет Конфиг Перед тем как выйти Через этот молотов Забирает Одного из своих соперников Но тут уже Выиграл он то время Для своих Двоей команды Для того чтобы Тенский вышел С коннектора И сделал то что вы Выделили на своих экранах Отличная судьба От Еспера Блогмана Не оставляет абсолютно Никаких шансов Вайту Тот даже не успел Выстрелить 12-3 И это погром Команды XPC Gaming Напоминаю еще раз Даги и друзья Что у нас Играется четвертьфинал Второй уже по счету Global Offensive Champions League Третьего сезона Победитель этой встречи Встречится Встретится Извините С Триумфатором Встречи GoldSand Или Ancient И Space Soldiers Если не ошибаюсь Этот матч у нас пройдет завтра И я тоже буду его комментировать Напоминаю Что мой никнейм Enkanis И у нас просто Паровоз На точку B От команды Team Dignitas Решили абсолютно Ничего не придумывать Но возможно Это и не Большие проблемы Могут из-за этого быть 5 хэдшота Просто залетает От XPC Ну и Рубина Только одного С собой смог забрать Прежде чем упасть От USPS Косменно Отличная судьба От команды Из Румынии То же самое В принципе Они показывали нам При игре в защиту На карте Mirage Там тоже Dignitas Попытались выйти на точку B И напоролись На ту же самую Отличную слюну На пистолетах Но потом Выведели все На своих игронах Team Dignitas На допах выиграли Ну и сейчас XPC Gaming Ну во всяком случае Могут улучшить Своё положение Come back Is real Или не real Довольно-таки Резонный вопрос Напоминаю Что это единственное Best of 3 На сегодняшний вечер От Ruhaba Понемногу Рубину Находит все-таки Вайта Имеется честное Преимущество Бомба Устанавливается Один Хеллспоинт Всего лишь У Семинты Ну и проблемы Могут быть Сейчас у XPC Gaming Уж слишком Беззубая защита Не стоит так делать Если вы хотите Выигрывать Анти-экораунды Или пистолетные Байи своих соперников Тенский Забирает Целу Который пытался Выйти Тенский Заходит Все-таки У нас И против Космина Старкиллер Тут же Разменивается Но этого Может быть Недостаточно Семинты Еще раз Напоминаю Один Хеллспоинт Старкиллер Нужно делать Еще минусы Конфига Здесь нельзя Заметить Если смотреть Вниз Но все-таки Семинты Его ожидал Конфиг Падает Тенский Разменивает MSL Тоже не отпускает Семинты Красного 13-4 И это провал От команды Из Румынии Закупаются Team Dignitas МАК-10 От конфига Да Действительно Большая ошибка Ну опять же XPC Gaming Как менее опытная команда Сейчас она набирается Того самого опыта Который ей поможет Выступать далее Если они будут играть Главное не сдаваться Несмотря на то Что как бы ты проигрывал Как сильно Отличался бы Твой скилл От скилла Твоего соперника Нужно играть Нужно выносить из игры Какую-то хотя бы пользу Но в всяком случае Хотелось бы сказать Что Хотелось бы верить В первую очередь Что XPC вынесли Пользу Состоящую в том Что нельзя ни в коем случае Принимать так Точку А Как на предыдущем раунде У нас бомба установлена На УАИ Три минуса с Скаута 39 хелспоэтов У него имеется также Информация о том Где находится Тенский Но тот просто на мужика Выходит и забирает Своего соперника 14-4 Вайт все-таки Не смог сделать это чудо Так вот С одной стороны Если вы знаете Что против вас Играет Форсбай С пистолетами Вторыми арморами Какими-то флешками То нужно все-таки Сидеть более глубоко Никого не рашить Но опять же Не настолько Что у нас В хелпе умерла Половина команды XPC Gaming По точке B Ну и Вы знаете Что это значит Переподключение На карту Оверпасс Надеюсь Что все-таки Нам покажут Последние раунды Но это Означает то Что все-таки Команда Дигнесса Победилась А счетом 2-0 В этом четвертьфинале Своих соперников Мы все-таки Досмотрим Конечно же Интересно Как XPC Проведут Последние Свои раунды В рамках Global Offensive Champions League Не получается Так что более Чем Хоть какой-то Дэмэдж Нанести Своим соперникам У этих ребят 92 холстпоинта Только сняли У Рубино Замечают Также позицию Старкилера На коннектор И тут же Его хоронят 15-4 У нас Мап И матчпоинт Победа За счетом 2-0 От команды Дигнитас С чем мы И ее Поздравляем Ну и еще раз Напоминаю Что они Выходят в полуфинал Данного турнира Где встретят Победителя Пары Гоцент Или Эншент Шведская пятерка Которая будет Завтра Играть против Space Soldiers И тоже я буду Для вас Там работать Дигнитас Решили Агрессивно действовать Через мидл Не получилось Это у команды XPC Которая также Была очень близка К тому чтобы делать Первые минусы Но Старкилера И Семинте Не вышло 3 в 5 Начинается Этот раунд Для них И Сейчас будут просто По всем По всему Периметру карты Растягивать своих соперников Команда Дигнитас В целом Решил все таки Выпрыгивать у нас Через верхнюю Через этот смог Напарывается На хедшот Выпущенный С лака 47 керба Ну и Ивайт И Космин Могут быть Фраги престижа От этих ребят Хочется вветь в это Тенский пушит И забирает Космину Тут же падает он От Рубина На это абсолютно Ничегошеньки не меняет Ну и Ивайт У нас в той же позиции Находился Где его павший тиммейт По флешку От Рубина Выход 16-14 И отличная игра От Team Dignitas Ну что ж На этом все На сегодняшний вечер Большое спасибо Вам Всем за то Что вы смотрели Данную трансляцию Еще раз напоминаю Что с вами был Энканис Это студия Рухап Чемпионат Который называется Global Offensive Champions Лига Третий сезон Субтитры сделал DimaTorzok